Эту историю лет 20 назад, незадолго до своей смерти, рассказал мне мой сосед. Дедушка в годах, весьма потрепанный жизнью. Наверное, чувствовал свою скорую кончину, отчего решил мне все это рассказать. Однажды я, еще тогда будучи школьником, возвращался домой после вечерних занятий. На улице было уже темно, и меня несколько удивило, что он преспокойно сидит возле подъезда, хотя обычно в это время все старички и старушки нашего дома уже давно заняли свои места у телевизоров. «Здравствуйте, Иван Александрович!» Поздоровался я, уже поднимаясь к двери дома. Ответа никакого не последовало, и я, сославшись на старческий слабый слух, повторился. «Здравствуй, Саша! Здравствуй!» «Извини, я просто слегка задумался». «Да ничего, Иван Александрович, о чем задумались?» «Настроение у меня было хорошее, я решил подержать беседу». «Да, вспомнились былые года, когда я еще был совсем ребенок. Вот такой». Старик вытянул дрожащую ладонь, показывая высоту относительно асфальта. «Саша, у тебя время есть?» «Я бы хотел тебе что-то рассказать». Признаюсь, я слегка удивился. Нет истории о прошлом в исполнении Ивана Александровича. Это совсем не редкость, даже наоборот. Но раньше он никогда не спрашивал разрешения, чтобы начать говорить так, как считал, что человек его возраста имеет определенный статус и уважение, а стало быть, послушать его истории – честь для всех остальных. Но суть не в этом. Удивление быстро сменилось любопытством и, усевшись рядом, я сказал, что готов выслушать его. «Знай, эту историю я никогда никому не рассказывал. Все, что ты сейчас услышишь – неосприимая правда. Я своими глазами видел это и до настоящего момента никому не рассказывал. Это были послереволюционные годы. На улице стояла зима, и поскольку на нашу долю выполнил урожай, был страшный голод». Иван Александрович нахмурил брови и укоризненно посмотрел на меня. «Вряд ли ты знаешь, что такое голод. Я видел, как идущие по улице люди замертво падали лицом в снег, а остальные прохожие даже не замечали этого, вели себя словно так и должно было быть. Помочь никто не мог. Но наблюдать подобные картины из окна серой мрачной пятиэтажки, в которой мы жили с овцом, было жутко. Мой отец был служащим ЧК, поэтому еда в нашем доме была. Отец часто пропадал на работе. То отъезжал в срочные командировки, то сутками караулил преступников. Мне было около десяти, и мое чрезмерное любопытство отцовским занятием, как и следовало полагать, никак не удовлетворялось. Но однажды после долгих уговоров и просьб, отец все-таки взял меня с собой на дело. Что там было, я уже не помню. Вроде анонимка на одного старика, который якобы занимался пропагандой контрреволюционной литературы. Следовало произвести обыск в его квартире. Дело оказалось обыденным, и угрозы не представляло. В общем, я уговорил отца взять меня с собой. Иван Александрович, заканчив фразу, вдруг замер, уставившись в одну точку. Я попытался увидеть, на что он смотрит, но вскоре понял, что взгляд его установлен в никуда. Да-да, он, конечно же, не хотел, но я все-таки смог уговорить его. Внезапно продолжил старик. И вот, уродно в шесть утра, он разбудил меня и велел одеваться. Я тогда думал, что это один из самых счастливых дней в моей жизни. Такой огромный интерес я испытывал к этой ответственной и серьезной работе. И вот мы усилились в прибывший автомобиль. Отец поздоровался со своими сослуживцами. Они, пока мы ехали на место, бурно обсуждали что-то по предстоящему делу. Я уже мало что помню из того обсуждения. Спустя полчаса мы были на месте. Отец велел мне держаться в стороне и ждать команды, чтобы мне можно было войти. Квартира, в которой жил этот человек, была на первом этаже. Я помню, как стоял в самом низу. А отец и сотрудники поднялись на площадку и позвонили в дверь. Им долго не хотели открывать. Кто-то громко кричал. Вскоре дверь распахнулась. На пороге стоял одетый в облезвый домашний халат пожилой мужчина, очень худого телосложения. Ему предъявили документы, несколько сотрудников вошли в квартиру. День ночи через пять появился отец и сказал, что я могу тоже пойти посмотреть. Этот мужчина, его лицо показалось мне очень странным, с отрешенным взглядом. Его словно совершенно не волновало, что происходит вокруг. Он не произнес мне слова с того момента, как все началось. Но когда он увидел меня, он ожил. Все были так увлечены обыском квартиры, что никто и не заметил, что он откровенно разглядывает меня. Признаться от этого становилось жутко. Немногим ранее его усадили на кухне за стол, приковав к батарее. Кто-то хлопнул меня по плечу и сказал, присмотри за ним, Вань, только близко не подходи. Я стоял у входа, пытаясь не смотреть на него, но ощущал бурлящий взгляд. Хотелось уйти, но я должен был слушаться отца. Был увелен оставаться здесь, и я оставался. Паникой не хотелось стихать, я искусно взглянул на мужчину. Из его чуть приоткрытого рта до самого пола тянулась тоненькая струйка слюны, при этом он не отрывал от меня безумного взгляда. Из соседней комнаты раздался скрип. Как я понял уже потом, это отец с ребятами открыли дверь в подвал. Затем после непродолжительной тишины я услышал, как отец спросил, где я сейчас нахожусь. Как только я ответил, мне было велено немедленно покинуть кухню. Я снова посмотрел на живущего здесь старика и обомлево. Невообразимая гримаса, полное отсутствие рассудки, дикая ненависть и злость. К моему лицу тянулась искорюженная рука, но не доставала нескольких сантиметров. Я ощутил злотворное дыхание, увидел сточенные застренные напильником зубы. Из ступора меня вывел выстрел. Это отец зашел на кухню и застрелил задержанного. Кто-то накрыл тело тряпкой, кто-то выбежал в подъезд. Я все так же не понимал, что происходит вокруг. Одно было ясно – отец спас меня. В той суматохе я снова остался предоставлен самому себе. Вид, растекающийся из-под тряпки крови, был неисприятен. Я поспешил покинуть кухню. Сердце все еще стучало, как сумасшедшее. Я вышел в коридор и неспешно шел вдоль него, пока мой взгляд не привлекла открытая дверь подвала. Иван Александрович замолчал, а его широко раскрытые глаза выглядели так, словно он заново переживал весь тот ужас из далекого детства. Вытянул шею и заглянул туда, вниз, в темноту. Потребовалось несколько секунд, чтобы глаза привыкли. Там были конечности и разные части тел – ноги, руки, головы, внутренности и кости, и, судя по размерам, принадлежало все это детям. Детские части были навалены кучей. Но это ничего. Ничего относительно маленькой девочки, лежавшей в углу, все еще живой, но с отсутствующими ногами и руками, и криво зашитыми гноящимисями и кровоточащими культями. Если ты до сих пор не понял, то поясню, тот, кто жил в этой квартире, был самый настоящий людоед. Спасаясь от голода, он воровал детей, чтобы съесть их, а мороженое мясо он не любил. От этого он и ел маленького ребенка, оставляя его живым. Девочка, кстати, вскоре умерла. Но, но откуда вы знаете такие подробности? Чуть отойдя от шока, вызванного рассказом, заикающийся спросил я. Эх, когда приехали еще люди, отец сказал, что сейчас отвезут меня домой. Но я успел прикарманить тетрадку, лежащую на столе в этой квартире. Мне хотелось оставить себе для… а, впрочем, не важно. Я незаметно схватил ее и засунул под одежду, унося с собой. А после, когда наконец выдалось время посмотреть, что же это такое, я взял ее. Оказалось, что это дневник людоеда, в которую он записывал все свои методы и приемы похищения детей, а также способы готовки и хранения мяса. Эта тетрадь… она и сейчас лежит у меня. Хочешь, покажу? Я взглянул на Ивана Александровича и вздрогнул от удивления. Его глаза блестящие, словно у ребенка, страстно желающего поделиться какой-то страшной тайной, были уставлены на меня. И что удивительно даже для самого себя, я очень хотел посмотреть на эту тетрадь. – Ну что же, пойдем, я покажу тебе, – сказал он, не дождавшись моего ответа и кряхтя стало подниматься. – Саша, ага, домой! – раздалось с моего окна, – это кричала моя мама, которая уже заждалась меня после школы. – Иван Александрович, извините, мама зовет. Вы мне завтра покажете? Покажете, да? Я сгорел от любопытства, жалея о том, что не получается увидеться сейчас. – Конечно, Саша, конечно, заходи завтра, – севший обратно, ответил он, и и побежал домой. На следующий день я не мог дождаться долгожданного дополнения к услышанной мною истории. И просто сгорел от любопытства. Быстрым шагом шел из школы домой, и вот уже подходя к своему подъезду, сбавил скорость. У домофона двери толпились люди, рядом стояла полицейская машина. В толпе я увидел людей с камерами и микрофонами. – Саш, Саш… – раздался знакомый голос, и я увидел всю мою маму. – Иди сюда. – Что случилось? – спросил я, подойдя. – Сегодня утром Иван Александрович умер, – ответила мама. Но в ее голосе было что-то не так, она была чем-то крайне взволнована. В этот момент прямо рядом с нами встала ведущая, видимо, какой-то городской программы. И прямо сейчас мы находимся рядом с домом, в котором сегодня утром в квартире умершего пенсионера было обнаружено множество людских отстанков и конечностей. Экспертиза уже установила, что все части тела принадлежали детям от 5 до 12 лет. Городской людоед. Именно так сейчас называют погибшего, хотя факт поедания человеческой плоти еще не установлен. В квартире также был обнаружен дневник, в котором пенсионер подробно записывал все свои действия. Подробнее об этом расскажет капитан полиции Кравченко Юрий. Человек в форме подошел ближе и начал рассказывать. Сегодня в 9.30 было обнаружено тело Курбатова Ивана Александровича. По предварительным оценкам смерть наступила в результате сердечного приступа. Выехавшие на место члены медицинской экспертизы почувствовали запах из подвала, в котором были обнаружены отрезанные конечности и части человеческих тел. Также был обнаружен дневник, который ввел подозреваемый. В нем он подробно расписывает, каким образом заманил детей в свою квартиру для дальнейшей расправы. Рассказав жертве интересную историю про людоеда, которого он якобы видел в детстве, он предлагал прийти в квартиру, чтобы показать якобы документальные записи происходившего. Заинтересованный ребенок соглашался и попадал в квартиру, после чего происходил расправа. Снова заговорила ведущая, а мы напоминаем о мерах предосторожности и воспитательных работах, которые необходимо проводить со своими детьми, а именно. Дальше слушать я не стал, а лишь снова поднял взгляд на маму. Она все так же смотрела на меня. Саш, ведь это я обнаружила тело. Я спустилась соль попросить. Постучала, а дверь открыта. Захожу, смотрю, а он на полу. Зубной протез рядом лежит, а у самого рот открыт. Я присмотрелась, а зубы у него острые, словно он их напильником затачивал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...